всех приветствую дорогие сегодня у нас прямой эфир на тему время буду участвовать я и андрей аксон сейчас скором времени он подключится сейчас я ему отошлю запрос так секунду андрей если вы здесь отошлите пожалуйста мне тоже запрос потому что у меня не всегда получается через запрос подключать людей сейчас я посмотрю какие вопросы у вас были чтобы их затронуть также на нашей трансляции андрей пока не прислал запрос ждем у нас тема только про время поэтому это только если вас интересует что-то связано с временем вы можете задавать вопросы но на другие темы мы сегодня общаться не будем но я считаю что это одна из самых важных тем поэтому в целом это нормально разобрать эту тему он скажем так вдоль и поперек это действительно очень важно всем добрый вечер если у вас есть уже какие-то вопросы по времени то задавайте уже прямо сейчас так посмотрим были ли тут какие-то вопросы так по поводу равноденствия спрашивают играет ли это какую-то роль андрею андрею меня так еще пока я не прислал запрос так дальше рамки потом что еще предзнаменование апокалипсиса что время начинает быстрее течь перед тем как начнется апокалипсис да такое действительно есть это правда даже есть такое поверье среди биороботов что в детстве время течет очень медленно потому что мы только рождаемся нас еще вся жизнь впереди но уже со второй половины жизни время постепенно начинает увеличивать свою скорость и это говорит о том что человек стареет но я пришла в своих выводах совершенно другой концепция это потому что человек сам начинает так считать он позволяет этой программе работать и только поэтому эта программа работает лично у меня не так вообще и на самом деле тот человек который хочет на самом деле своей жизни управлять на все сто процентов он не будет позволять какой-то программе на себя влиять также вот просит осветить вопрос провала во времени так я пока не вижу заявку от андрея сейчас попробую еще раз ему отослать заявку но почему-то по моим заявкам редко кто может присоединиться именно получается в конце концов присоединиться только когда я посылаю заявку у меня осталось еще три таблеточки которые я не допила с утренней порции своего притрена так что я сейчас этим займусь и попробую снова посмотреть заявки от андрея нет андрей снова мне не прислал заявку странно я его видела в чате андрей попробуйте вы мне прислать заявку потому что судя по всему вы не можете войти по моей заявке так вот запрос вроде бы как прислал здравствуйте андрей да приветствую тема у нас конечно просто супер сегодня я знаю что вы подготовили свою программу но давайте вы немного из себя представите что может быть читатели какие-то вас не знают хотя навряд ли может столько раз ввели эфиры но напомнить им думаю стоит кем вы занимаетесь и дальше уже пойдем по списку вопросов андрей аксон исследую активное сознание свободный исследователь чемпион мира по биологии врач и киносценаристы два образования у меня вот сфера исследования это не только все что связано с человеческим телом как с совершенной в потенциале био энерго системой но и как такие вещи связанные там со временем энергии эфиром квантовой физикой то есть я как бы не блокирую свои научные исследования в какие-то узкие рамки поэтому сегодня думаю будет очень интересно кстати сразу же вопросы вы тоже хотите жить вечно я думаю я думаю что не хочет жить вечно только человек который не понимает зачем ему жить вечно замечали ли вы что в течение жизни время начинает течь быстрее и биороботы говорят что это из-за того что мы близимся к смерти мы стареем поэтому время начинает быстрее идти вот вашей жизни по вашему опыту на самом деле вот как почему время начинает и у всех ли это это однозначно не у всех если мы рассматриваем энергию как какую-то догму то нужно понять то что в 20 веке были такие вещи как ньютоновская физика в принципе опровергнуты и постулаты эйнштейна второй закон термодинамики все эти вещи были пододвинуты в прошлое и как раз таки наш ученый наш соотечественник абсолютно не распиаренный ученый он доказал то что время это энергия с которой можно активно работать и в действительности вот я считаю то что ему из всех всех наших вот таких исследователей которые сделали крайнеугольные вещи ему досталось тяжелее всего потому что та история когда он создал свою книгу теория времени которая с ним происходило она но не не иначе как просто какие-то адвенты матрицы его просто изъяли за реальности потому что он скрыл какой-то прям очень очень важный курсок который не должен был попасть в социум ни при каких обстоятельствах да я замечаю особенно это даже не скорее не мое наблюдение просто обратная связь от людей вот эти деструктивные матри которые летают люди говорят ой знаешь там жизнь пролетела я это даже не заметил вопроса где было твое внимание долетела твоя жизнь почему так быстро как бы здесь вот момент про ускорение замедление про устройство времени как его предлагает николай козырев я думаю что нам нужно раскрыть это уже как бы в контексте каких-то следующих вопросов потому что так-то да конечно замечал и особенно свое личное отношение ко времени но является определяющим да я вот кстати тоже это замечала в целом только когда в действительности постоянно что-то делаешь очень нужно много делать и ты не замечаешь как идет время но вот я просто помню что в целом я должна была уже когда начать стареть наверное когда еще жила в одессе то мне казались не очень длинными потому что я проводила в осознанности я там первую часть дня выходила в астрал медитировала потом сидела в интернете писала статьи какие-то занималась потом шла с подругами гулять и ложилась спать только после трех часов ночи и мне казалось что мой день шел как дня три где-то хотя по всем показателям человек уже начинает после 25 лет стареть даже после 20 там когда рост замедляется хотя сейчас вроде есть исследование что человек до 25 может расти но в целом как бы старение начинается вроде как после того как организм перестает развиваться и время начинает уменьшаться но у меня все было наоборот когда вы впервые заметили что время начало течь не так как в детстве нет ну не вечность а почувствовали что она быстро протекает но быстро протекает тогда когда себя прям очень активно начинаешь вписывать вот какие-то такие матричные истории там исследовать политику и так далее то есть погружаться в какие-то чужие деструктивные сценарии то есть тогда когда начинаешь отождествляться с какими-то процессами с которыми не следует отождествляться как раз таки матричная вот эта вот вся установка про вращение времени я думаю то что сейчас нам можно сам в течение наверное 10-15 минут эту тему осветить для того чтобы внести ясность вообще как какое право мы имеем на эту тему говорить и почему это не наши какие-то фантазии а действительные научные факты которые внесены уже сейчас как бы в историю развития мировой науки вот если вы конечно позволите зрители не против да давайте это действительно очень интересно вот исследователь козырев это человек который является для меня это человек индиго он в 16 лет сделал свою первую научную публикацию закончил вуз физико-математических 20 лет а в 40 получил уже докторскую диссертацию то есть кто такой он вообще в принципе астроном и всегда наследовал звезды но до того что его интерес был связан именно со временем то он понял что обычное такое наблюдение через телескоп это не не догма и нужно какие-то другие способы расположения звезд узнавать и он действительно понял то что вот этот закон термодинамики об излучении звездой энергии он покрывает только 10 процентов то есть вот это вот все горячее что находится звезде это только лишь 10 процентов 90 процентов энергии которая идет из звезды она как бы но из ниоткуда с точки зрения обычной ньютоновской физики звезда раздавая свет она умирает козырев пытался этот факт опровергнуть и он напал на очень интересные умозаключения он выяснил то что звезда это машина которая преобразовывает неизвестный вид энергии и когда он этот вид энергии пытался как раз таки рассекретить он открыл активные свойства времени то есть мы считали как до этого то что вот есть некие там часы секунды там недели месяца там и так далее вот какой-то вот кто-то придумал что будет вот так вот исчисляться и сказал что это время то есть он это назвал сам сделал в какую-то догматичное умозаключение с которым люди согласились вот но он не согласился стал исследовать и выяснилось то что время как таково это вообще просто непрерывно поставляющий энергию во вселенную ресурс у этого человека не было доступа к ведом который был у никола тесла который был у альберта энштейна то есть он не знает санскрит и не имеет доступа то есть человек работал будучи в ссылке его исследования были к каким-то крамольным вещам потому что они считали то что это просто переворачивает не не только ньютоновскую квантовую физику как таковую просто с небес на землю но представьте вот активные свойства времени она может мгновенно распространяться оно имеет направленность течения оно имеет плотность давление и момент вращения про момент вращения это будет очень интересно потому что на одном из вебинаров я смотрел ваши квантовые техники и здесь как раз таки есть определенное объяснение именно с точки зрения концепции времени оно свободно поглощаться материей и излучаться из материи оно может отражаться от поверхности и самая мощная как раз эти отражающая поверхность для времени это зеркало также время может изменять физические свойства вещества и материи как таковой оно может являться само переносчиком и порождающим какие-то в материи элементах феноменом вот по факту мы пришли к тому что рост организованность любой структуры то есть развитие как таковое но сопровождается поглощением времени из пространства вокруг это как раз таки он это доказал свои книги и такая отличная история касаемо того как у нас все удивительно происходит он после того когда завершил пруды над своей книгой ему нужно было ее опубликовать он радостный довольный идет в редакцию у него там было пару научных таких соискателей это достоверный источник потому что это рассказывает человек который знаком с ним лично его как раз таки возраст такой уже возрастной и просто пропадает без вести с рукописью которую нужно отдавать в издательство далее появляется человек у которого есть копия он говорит если как бы но у козырева какие-то проблемы я передам книгу для того чтобы ее печатали и тоже пропадает только через третьи или четвертые руки книга попала уже в издательство и как только начали ее как каким-то небольшими кусками выпускать так же как и теория адекватного питания про соковое питание академика уголева она тоже стала извлекаться поэтому эта информация считаю сейчас на вес золота для каждого человека который хочет не пассивную роль а именно активную роль своего сознания исследовать да согласна с вами я была в зеркалах козырева кстати но использовала их больше как с мистической точки зрения мне нужно было но я решила зайти в зеркало которое все рекомендовали это купол такое получается как вот церковный что-то самая такая была у на тот момент действенная камера по отзывам я в нее зашла и могу сказать что время пролетело как-то очень быстро я заказала все я заказала полчаса всего и подумала что мне полчаса хватит но в итоге пролетели эти полчаса максимум как 7 минут я почти ничего не успела сделать но свой ответ я получила это было очень интересно потому что я спрашивала какой должен был мой следующий шаг и сомневалась в том что стоит ли мне это сделать или нет и увидела что у меня вот это зеркало козырева превратилась в вот такую получается башню как колодец замка каким-то дорогалера я так четко увидела что я внизу вот этого колодца сижу и вокруг меня вот эта винтовая лестница и я туда поехала и там как бы нашла ответ на свой вопрос то есть грубо говоря в этом зеркале у меня даже просто поменял поменялось все и я так понимаю что зеркала они действительно связаны со временем потому что я так поняла что попала в прошлую жизнь и увидела себя в этом колодце потому что я была связана с этим замком в прошлой жизни зеркала это своего рода такие квантовые кротовые норы которые начинают нас перемещать не только по какому-то конкретному варианту развития событий но и через какие-то даже параллельные вещи вот здесь уже очень важно вот как как раз таки к моменту про синтез вот везде где есть какое-то развитие какое-то усложнение структуры то есть там элементарно даже процесс замерзания воды то есть образование структуры в безструктурном элементе сопровождается с поглощением времени вот а там где идет как раз таки распад деградация какое-то разрушение энтропия как таковая идет излучение из материи времени вот таким образом мы сами можем отслеживать в каком состоянии мы находимся в состоянии поглощения времени или в состоянии излучения времени и как раз таки ход течения времени является для нас вот этим самым маяком которому мы двигаемся потому что уже сейчас начинают тестировать такие вещи как гипотезы об отключении времени как такового но реальности на данный момент к этому не готова то есть по факту все что связано с ростом развитием это поглощение то есть это накопление энергии времени которой пользуются даже такие огромные космические объекты не только не только как бы все все остальное во вселенной вот астроприборы козырева почему шло к такому заключению созданию зеркал они позволяли прогнозировать реальное расположение звезды а не тот свет фотонов который дошел до нас потому что мы все время видим прошлое на небосводе если он конечно же есть вот здесь здесь момент в самом превышение скорости света то есть вот эта самая утопия николы тесла про сверх световые скорости она оправдалась и излучение как раз таки с помощью вот крутильных весов показали нам то что мы в действительности можем исследовать какие-то объекты из настоящего и даже будущего и как раз таки вот исследования которые проходили в мурманске город форт диксон это в россии все находится уже последователи козырева они начинали проводить такие вещи интересные то есть примеру из крыма из крымской обсерватории человек заходит зеркало и другой заходит зеркало в мурманске задача передать мысль то есть телепатическое отправление информационного потока среди людей которые не обладают способностями вот такими то есть они должны были быть скептиками в этом слове это как раз таки снимают вот эти вот матричные заслонки с людей которые не имеют возможности иметь такие способности это как бы такой стартовый пинок потому что зеркало тоже является каким-то определенным костылем на нашему развитию вот и здесь интересный момент начинается тогда когда люди во первых в реальном времени как через нейронет начинали передавать друг другу мысли а другой этому разархивируют это в виде какого-то образа либо прям конкретного вот пакета информации но самое потрясающее тогда когда люди находящиеся на северной параллели и мурманск и диксон то есть на уровне северного полюса там очень хорошая связь именно через зеркала людей друг с другом они стали обращать внимание на то что человек заходящий в зеркало он получал пакет информации ему говорят до этого то есть квантовая суперпозиция вы не будете знать что вам скажут заранее он заходит распаковывает мысль второй человек который должен был мысль отправлять заходит только через 4 часа в зеркало то есть по факту он как будто бы извлек информацию с будущего и это подтверждено сотними экспериментов и самое интересное это то что те люди которые обладают какими-то способностями они вплоть там из взаимодействия с металлами с потому что зеркала кузырева они же имеют алюминиевую проводимость они начинают прям фактически становиться конкретными управленцами и что самое интересное как только начинали определяться такие какие-то исследовательские структуры людей обменивающиеся данными что начинался очень пристальный интерес со стороны там не только спецслужб но и появлялись какие-то определенные интересные порталы на газ энергоструктуры именно над местами где проходили эксперименты то есть курируется какими-то непонятными объектами это неудивительно просто если даже сейчас взять концепцию что космоса нет нас на самом деле дурят и мир устроен вообще по другому получается как определенная бобина где реальность наслоена одна на другую параллельно то мы получаем внезапный вывод о том что путешествовать по другим мирам можно только на машине времени опять же таки это манипуляция со временем а и когда я заметила останавливаешь время можно заглянуть в другую реальность но люди не знают об этом они приняли концепцию времени часы и дни времена года и так далее все это приняли за себя как будто без этого нельзя но вот например у нас в клубе есть практика сутки дабл сутки игрока где человек берет и совмещает двое суток вначале он бодрствует и потом двое суток ну немножко меньше он спит и тогда все полностью сдвигается и ощущение времени вообще идет по-другому можно ощутить дабл сутки игрока будто бы неделю не спали столько всего вспомнить и такое доживио открывается вы когда-то пробовали эту практику да и даже знакомству дни которые достаточно длительной депривации расскажу сразу то что это все вещи которые начинают сильно возвышать уровень вибрации твой теле если человек не готов у него может поехать психика а человеку который психика найдешь по одному из двух сценариев либо по депрессивному варианту либо по бреду величия и там уже как бы сносят абсолютно другие вещи и тут и другой безусловно правы в своих вещах но такое впечатление вот когда я поизучал эту тему что сопоставляя труды санскрита николы теслы альберта энштейна которые активность изучали этот язык мы там как будто бы какие-то слепые дети которые пытаются разгадать крупицы знаний каких-то абсолютно совершеннейших цивилизаций которые там дали какие-то фрагменты информации и но мы по факту идем наступая на все возможные грабли потому что вот здесь уже как бы информация такая вот с ней можно не согласиться но она есть потому что так называемые левые правые силы кто правый кто левый это вопрос конечно открытый но самое интересное что эфирные техники которые там где делают определенные симбиозы это направление вектора вращения вправо то есть вправо это вот вот эти вот все торсионные вещи вот закрутка к себе это рост организованности и аккумуляция времени то есть это накопление времени из материи происходит это сопровождается ростом и расцветом индивида как существа левое вращение то есть как вот какие-то левые силы как так называемые которые как раз таки начинают формировать мир перевертыш где абсолютно нелогичные вещи начинают распиариваться и считаться нормально это как раз таки рост распада энтропии материи то есть это разрушение цивилизации как вида и даже на уровне того что просто посидеть там перед собой там или над собой покрутить палец в правую сторону какое-то количество времени это уже очень хороший вклад в будущее даже если вы в это не верите у нас просто в клубе есть техники они получаются крепятся временные воронки за любую точку и получается воронка которая отвечает за прошлое крутится в другую сторону которая за будущее аналогично по часовой стрелке и таким образом если мы например куда-то опаздываем у нас осталось чуть-чуть времени мы как бы время это замедляем либо наоборот ускоряем у меня однажды было такое что оставалось на тренировку всего лишь 20 минут а у меня обычно тренировка идет два часа я за эти 20 минут успела абсолютно все сделать и даже успела немножко посидеть отдохнуть я просто была в шоке потому что на самом деле это работает но люди об этом не знают они этим не пользуются ну видимо потому что биороботы и как бы это для них слишком тяжело подумать как это я буду сейчас крутить воронку а чем я буду крутить они не понимают что ну мы не просто существа у которых есть две руки две ноги а что у нас еще есть внимание и сознание и мы можем этим сознанием как-то влиять в пространстве и чувствовать как дополнительную часть тела у вас был такой опыт конечно здесь имеет место вот как раз таки то что я говорю активное сознание это не отождествление с какими-то темами как уже ортодоксальными то есть вот оно такое какое оно есть все время некое активное исследование поэтому если мы вспомним такой фильм как звездные воины где-то вот рыцари джедаи которые обладают некой силой то есть мы должны понять то что на уровне на уровне фильмов на уровне всего этого нам пытаются дать какие-то некие программы вот наша задача уже принимать решение отождествляться с программами социальными либо же крутить свое кино свой эфир то есть это замечательное словосочетание прямой эфир вот у нас прямой эфир он не искривленный то есть он прямой и в виде энергии в виде смыслов которые идут и поэтому если как бы все к чему пришел козырев за время своего исследования то что некая сила это невидимая составляющая субстанцию которая может генерировать хранить и передавать энергию информацию на расстоянии мгновенно вот а способы черпать эту силу это уже задача прикладная которую надо найти потому что многие вещи из тех которые мы там как-то интуитивно нащупываем это всего лишь какие-то крупицы это частицы вот я считаю то что если взять вот эту тему с воронками рост расцвет спад кризис это то что подтвердил своих исследованиях вернадский мы можем создать себе индивидуальное время в котором просто реальность может остановиться навсегда вот я это давно по себе уже заметила если честно я вот серьезно ощущаю уже много лет что мне 16 что у меня впереди вся жизнь я такая хопа сейчас что я буду делать я хожу такая очень ярая смотрю как несколько поколений уже состарилась там ну пока я такая вся как подросток смотрю там они уже ходят скользленные какие-то несчастные придавлены а я такая цвету вообще я вот чувствую что я остановила свое время но мне никто об этом не рассказывал я после 16 сказала все я не свое день рождения больше не праздную меня каждый раз со скандалом заставляли отпраздновать день рождения хотя я тогда ничего не знала но после 16 я перестала праздновать день рождения я запретила чтобы меня поздравляли я отключала даже телефон поначалу чтоб не не звонили не напоминали и сейчас я реально я не знаю сколько мне лет я давно уже забыла я постоянно меняю цифру в начале было 21 потом 16 сейчас меньше а вот как вы себя воспринимаете свой возраст празднуют тебе быть день рождения нет круто как вы к этому пришли на самом деле абсолютно интуитивно к этому пришел потому что вот этот вопрос сколько тебе лет у меня в ответ встречу вопроса какая разница вот вот реально вот если просто подумать свои головы какая разница сколько лет сколько лет столько я говорю другой вопрос только то сколько и зим не поспоришь а знаете для чего они это хотят делать вот меня это поражает сколько тебе лет аха значит у тебя уже должно быть это это и это вот это вот это вот это то есть они хотят на вас навесить сразу программу что у вас должно быть в этом возрасте и начать вас попрекать если у вас этого еще нет очень важная вещь очень важная вещь которую я думаю то что для зрителей будет интересно это определенный некий общий планетарный сценарий течения времени это как раз таки если мы опять же вернемся к тому что время эта информация которая у нас распространяется мимо материи мимо энергии даже по информации на как ну в социальных сетях она все время накапливается потому что материя она временно вот как бы с точки зрения общепринятой концепции там листья с деревьев попадают там и тогда есть какая-то определенная цикличность после ночи наступает утро и так далее вот материя временная энергия она безвременная то есть у нее нет конечности энергии энергия бесконечно но ее количество во вселенной строго лимитировано то есть туда не добавить не отбавить она просто постоянно перетекает или изменяется но информация постоянно растет потому что как только человек который что-то там со своих мыслях создал у него начинается при процессе обмена у него начинает какой-то некий опыт жизни накапливаться и как раз таки я считаю то что можно вообще в принципе забыть про такие вещи как дни рождения возрастом и так далее потому что это просто не надо это реально не надо нужно выстраивать свое индивидуальное время там где это не работает вот это общепринятая концепция то есть нам предлагают как поезду рельсы определенные вопрос кто сказал что за поезд и что я должен куда-то ехать может быть я вообще рожден для того чтобы летать как бы поэтому вопрос свободные воли есть если у человека не свободно воля всегда может принять решение с чем себя отождествлять чем себя не отождествлять поэтому и индивидуальное время как и вся программа жизни абсолютно как и нейропластичность мозга нервных клеток она вся поддается коррекции и я все-таки считаю то что такой термин это какой-то момент был такой даже наверное щелчок когда вот у вас был определенный контент с эзотерии к этому связаны то есть когда там ну был такой определенный период жизни в какой-то момент времени вас там в течение там нескольких недель или месяцев просто вот так вот перечелкнуло как будто бы на программу и вот как раз таки слова сочетание в пути себя игрока это как будто бы смена информационной прошивки то есть если есть какие-то существа вневременные там внепространственные мы как бы давая возможность вот здесь проявиться но таким образом начинаем свое индивидуальное время видоизменять да это действительно так здесь конечно все зависит от нашего выбора но мы приходим все-таки к выводу о том что самая главная сеть в матрице наверное это все таки время потому что за счет время до нас как бы сковывают эти сети и затем внедряют определенную информацию и все человек он уже как вот действительно у паука в сетях он ничего не может сделать но он как бы позволил этому быть потому что его разум настолько законсервирован что он не смог позволить себе думать о том что он может это все обойти и когда они видят людей кто действительно не в этих сетях они начинают очень сильно злиться и например говорить и все равно постареешь и умрешь это ждет всех все равно быть с тобой вот это случится то есть они пытаются уже с агрессией навязать свою картину мира другому вы это замечали конечно это не не только это замечаю но это программируется через информационное поле как как раз таки вот эти вот рельсы развития событий то есть радио шарманка на все равно идет и вот эти вот агрессивные боты это как раз таки встроенного такие элементы которые книги раздражитель просто функционирует как паразит то есть он просто атакует и все зачем ему это надо он является веткой то есть он является пешкой в этой игре он никогда не может стать игроком потому что если есть хотя бы какое-то осуждение если есть хотя бы какой-то хейт это значит что вы многого добились и вы как не то другое понимает потому что наше взаимодействие с энергетическим ядром который тесла называл вот этой ноосферой она как раз таки может либо очищаться и выстраиваться там на более и более таких высоких частотах в абсолютно такие вещи то есть я все-таки считаю то что не но пройдет не большой промежуток опять же времени и придут как раз таки вот те элементы социума которые просто на фоне того что для них все прозрачно и открыто они просто будут идя по головам выстраивать систему управления такую при котором человека не будет варианта будет ли у него саморазвитие или он будет потом потому что ботов он просто будет удалять в своей системе управления то есть это какие-то люди я считаю которые но они не будут являться то есть это сложно сказать что это это человек или это какой-то не знаю техногенный аватар то есть это просто какая-то невероятная там физическая психическая сила это какие-то экстраординарные там экстрасенсорные способности которые просто низкие частоты они их вообще в принципе просто даже никак не сбивают просто какие-то сверхсущества вот и думаю что какого-то из них одного мы увидим в политической сфере потому что она себе будет заявлять без этого никак иначе этот мир просто рухнет вот тут такая классная цитата вот одного из наших подписчиков все живут как стадо по инстинктам а смысл в чем родить детей которые тоже умрут нет же смысл выиграть здесь бессмертие вот абсолютно точно люди как эстафету передают вот рождают детей вот ты значит сделай что что я хотел на тебя все надежду у мамы не получилось дочечка сможет у папы не получилось сыночек оправдает и они вот так вот передают 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 и все умирают 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 и никто не хочет сказать стоп я замкну на себе это звено я лента мебуса я змея которая сама себя кусает за хвост я стану бессмертным никому это не приходит на ум потому что они будут и потому что это люди матрицы получается только игрок понимает что это все ну это все мишура мы можем жить вечно и только здесь вот мозгу если мы решим что мы живем вечно мы отменяем все программы перестаем стоять и растем как бы вверх по вертикали и не ну не раскидываемся вот этими ветками кармой мы просто идем как стрела вверх да и таким образом вы как бы демонстрируя свой лайфстайл свой подход свою позицию открытую вас никто не смогут заглушить или победить потому что будет все больше и больше чего ну людей задумываться тему того а действительно ли вот эти вот рельсы которые нам предлагает энергоинформационная система они вообще логичны и правильно насчет того что выиграть ли бессмертие или просто его получить взять это уже вопрос того насколько как бы в шаблоне самого человека находится вот это вот сложность или же простота согласна с вами вот это еще был вопрос от нашей подписчицы от чего зависит а по вашему почему мы живем все в разных параллелях то есть у каждого из нас чуть-чуть отличается вот например даже всеобщая вот это вот безовщина которая происходит по всему миру кто-то оказывается в эпицентре событий и страдает кто-то их обходит а кто-то выходит из без единой царапины из этого эпицентра и у каждого своя ветка реальности вот вы считаете из-за чего так происходит я считаю так как вот карлос кастанеда и его скажем один из переводчиков это вадим зеланд который в концепции трансерфинга предложил как бы варианты транслировать свое кино на уровне сознания это все один и те же элементы общего процесса не отождествления себя с игрой то есть я не буду вот этой куклой которая стоит на витрине в одежде там и так далее я могу просто взять из этой витрины выйти и начать ходить с другими игроками которые знают свое место которые знают что реальность она другая она не такая которую программирует вот это вот обычная классическая ортодоксальная система и это уже формирует вопрос если у человека выбор или нет зависит он только от него насколько силен вот этот шаблонный купол который над ним надвис полностью согласна нам постоянно пытаются навязать эти концепции даже если взять вот просто веру человека да либо накладывают религии не по какой-то эзотерических учений то есть они пытаются загробастать все равно себе внимание и дать какие-то постулаты но когда ты понимаешь что все эти постулаты лишь иллюзия и тюрьма только тогда можно увидеть настоящую реальность это какие люди на самом деле рабы всего этого если но свободным человеком невозможно управлять ровно также как и активным сознанием активное сознание не может находиться в каком-то эгрегоре она их создает вот именно поэтому у вас своя косметика поэтому вас свои продукты которые вы предлагаете людям которые это ценят поэтому вас свои техники у вас в этом свои у меня там какие-то свои мы можем друг другом отменяться к примеру в материи если мы обменяемся яблоками там у меня одно у вас одно у нас все равно осталось по одной если у нас две идеи то у нас становится их четыре на двоих условно говоря вот таким образом мы как будто бы загрузившие себя в очередной раз наконец-таки начинаем понимать то что мы уже близки к этому олимпу на котором все решается да полностью согласна потому что так часто бывает что все-таки игроков здесь процентов 5 от силы все остальное биороботы и получается так что нам навес навешивает вот это знание что чем больше отдаешь тем больше получаешь не бойся отдай игроки постоянно отдают свои наработки не получая ничего взамен и получается грубо говоря сливают просто свое время энергию на то чтобы кто-то что-то получил то есть нет такого равноценного обмена энергии это тоже я считаю очень плохо влияет на реальность игрока потому что все-таки равноценный обмен это нормальное взаимодействие стрелка циферблата крутится вправо в сторону синтеза вот и я считаю то что у каждого есть выбор но не каждый знает что у него есть выбор именно за счет того что нам демонстрируют вариант когда когда у вас нет выбора выбора нет означает что все предопределено фатализм как только человек принимает фатализм наличие судьбы он начинает находиться в тех слоях реальности где чудес не бывает где техники не работают где энергия не наполняется тем самым он начинает находиться в состоянии пешки которая начинает по кстати я рекомендую кстати очень тяжелая такая книга по своему изложению но если вы хватит терпения проработать называется она достаточно общая теория управления как раз таки позволяет показать как на разных таких этапах на разных иерархиях решается вот эта вот система начиная от какого-то обычного там работяги исполнителя заканчивая людьми которые там взяли вот так по щелчку отправили там миллионы солдат куда-то в какую-то точку все это очень сильно взаимосвязано и он мы все равно так или иначе даже если мы считаем себя полностью свободными мы все равно в какие-то процессы себя погружаем то есть примеру там не знаю написал вам личные сообщения какие-то гадости какой-то там человек вас это зацепило то есть всегда есть опять же свобода как на это отреагировать вплоть даже до этого то есть ботов какая задача найти как можно более энергетически вкусного человека который то есть вы получаете такая сверхновая вы накапливаете в себя время они пытаются его из вас сожрать вот прям физически зубами как стая поросят вот они пытаются с вас эту энергию съесть и здесь я считаю то что придут какие-то определенные техники вот мне очень кстати помогает техника которая называется деконцентрация внимания проверьте даже на не знаю на каких-то животных там которые там такие агрессивные злые распределяете свое внимание полностью на периферии не концентрируясь допустим на гавкающей собаки просто вот мое внимание находится полностью там вот вокруг и она перестает нападать потому что это просто кусок кода это это набор информации и на людей то же самое то есть просто идешь как бы я в шаре зазеркален снаружи все я представляю как будто бы вот вокруг меня я вот этим зеркало наподобие козыревского окружен и я все отражаю вот и начинают друг на друга нападать да кстати я вспомнила благодаря описанию этой техники что мне как-то раз посоветовали еще одну крутую технику когда например слышишь какие-то раздражающие звуки и понимаешь что твоя энергия туда утекает потому что ты не можешь прекратить например с утра кто-то сверлит стену или собака гавкает или ребенок плачет и нужно говорить себе так вот чем больше плачет ребенок тем больше у меня в кошельке появляется стодолларовых купюр или там чем больше они сверлят тем больше денежек и я лежу такая и такая уже у меня перед глазами не эти звуки а как у меня деньги в стопке складываются когда они прекращают я такая думаю что все не больше денег не хватило немножечко то есть ты уже начинаешь этим звуком относиться как чему-то хорошему для себя то есть грубо говоря ты вообще сам управляешь всем и можешь перефокусировать любую энергию любой раздражающий звук себе во благо как раз таки если мы понимаем что время это информация которая стоит на иерархии высшей энергии то как управлять информацией вот если управлять энергиями это еще более понятно то есть есть как бы юридические школы есть практики взаимодействия с энергиями кундалини и прочее то есть огромное количество школ которые обучают взаимодействие с энергиями но назовите хотя бы одну которая вот ну имеет какое-то количество последователей по работе с информацией вот как просто брать из информации получать энергию потому что по факту если мы слышим какое-то там негативное там событие которое где-то там нас цепляет мы начинаем опять же вот эту вот энергию кризиса и распада идти то есть мы на нас развели на время то есть у нас идет не только мы тратим время физическое которое у нас наша голова наши мысли об этом думают вообще в принципе то есть мы находимся уже не в осознанности но и время как энергетический субстрат потому что если мы находимся не в синтезе не в саморазвитии не в самоулучшении не в исследовании не там не в науке не в какой-то то есть то мы начинаем опять же если настала стагнация то есть пример я ни к чему не стремлюсь окей у меня все хорошо я там уже там всего достиг чего хотел там и так далее то есть я принимаю факт того что я перестаю накапливать время с точки зрения козырева это доказано научно уже то есть по факту если я не развиваюсь я начинаю раздавать время и начинается спад кризис старения и все остальное да кстати ваш путь полностью двадцатом веке вот 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 этим человеком описан но никто не услышал даже из людей которые читали которые изучали они увидели вот зеркала позволяет получать информацию и так далее то есть это кусочек это крупица зерно то где зерно как раз таки состоит в том что мы через созидание в сами себя начинаем формировать индивидуальное время объем которого и объем информации безграничен в отличие от энергии мы можем удалять информацию мы можем информацию сохранять вот я не видел кроме вот своих вот этих вот программ нигде про техники забывания но увидел и был очень приятно удивлен когда вы в перепросмотрах давали информацию о том что можно если сильно в это поверить у другого человека информацию какую-то негативную о вас стереть по факту как фотошопе взять включить пластик и начать просто прошлое переписывать это потрясающе мне это нравится как раз вчера это сделала мы с мужем очень сильно повздорили просто на ровном месте и решили это все переписать туши она говорила ему много гадостей и переписали на то что мы сидели там над кем-то смеялись а потому что если допустим просто стереть то все равно какие-то воспоминания будут захлестывать ну и как бы толку я беру просто и переписываю более яркие воспоминания сверху и когда уже вспоминаю вспоминаю вот то и она перестает на тебя как бы влиять это конечно очень удобно на самом деле но люди настолько закостенелые что они даже никогда этого не пробуют странно конечно почему так еще очень интересное наблюдение то то что но по иерархии если время отождествляется с информации то есть время равно информации делаем вот такую параллель по пока это никто не не опроверг будем считать то что время это информация информация которая куда-то течет куда-то якобы в будущее вот но неизвестно опять же но информация которая куда-то течет если мы вернемся в энергию то перед энергией у нас слой материи закостенелость человека с чего начинается с материи поэтому как раз таки вот раскрутить себе время раскрутить себе энергию это заняться своим телом это заняться там каким-то спортом начать эту энергию все трансформировать то что даже если он там будет самым супер крутым там йогом который там не знаю про просто вытягивает руку ты ощущаешь от него тактильное прикосновение то есть но он все эфирные поля очень хорошо проработал если информация в нем не соответствует желаемому то все было напрасно да я сейчас еще кстати задумалась над тем что нас заставили подчиняться этому времени из-за того что как раз таки пригнали вот это солнце я думаю вы знаете что это искусственный объект и раньше его не было то есть благодаря тому что солнце отрегулировали когда она светит когда она заходит и так далее и благодаря этому нам внедрили часы сделали вот эти секунды часы и так далее то есть если бы не солнце если бы у нас было атмосферное скажем так электричество и все предметы светились больше как изнутри нам бы это было не нужно и соответственно мы могли бы вообще избавиться от времени да но вспоминая про программирование вот эти вот некие шаблонные рельсы которые у нас излучая какую-то информацию задают нам вопрос хотите будете с этим отождествляться или нет вспомним оскароносный фильм с джастином тимберлейком где уже в начале двухтысячных годов был очень жирный спойлер за время скоро придется платить фильм время то есть про то что еще есть генетики нашли код определенный информационный и создали такую валюту которая называется время там был трансгуманистичный слой людей которые жили в бесконечности то есть у них там безаконечное количество часов там и так далее у каждого человека на руке был циферблат и эти стрелки все время шли и вот конфликт как раз таки состоялся в том что в гетто вронит человек которому в этом слое бессмертно жить надоело по каким-то причинам то есть какой-то некий дивергент трансгуманизма он приходит в гетто начиная чедро всем раздавать время люди которые никогда такого не видели то есть они естественно как бы платили платили за время нужно бороться там и так далее они жили вот в этом слой потому что как только время заканчивается на часах их отключает причем это один из самых кассовых фильмов за всю историю человечества он стоит на уровне с фильмом начала в котором сыграл леонардо дикаприо вот про астральные путешествия созданные сны но вот именно фильм время он позволяет понять что какие-то определенные технологии уже начинают внедряться и все что связано там с матери и энергией скоро будет не так важно вообще то есть вопрос будет стоять значительно более острым ребром обязательно посмотрю этот фильм вообще конечно я полностью согласна мы ведь и сейчас по сути боремся время конечно это не валюта но по сути нашей жизни управляет только время и есть если люди не управляют временем то она управляет ими и они всю жизнь как белка в колесе пытаются бежать бежать даже нет времени подумать а все почему потому что они приняли эту парадигму и даже не подумали что они могли бы это как-то вообще-то изменить и не жить так как им предлагают но они этого сделать не могут вследствие того что они являются всего лишь ботами людьми матрицы мое предложение в качестве такого совместного исследования и среди русскоязычных зрителей которые нас сейчас смотрят просто в рамках определенного такого а что если в течение месяца перестать говорить и думать мысли такие как у меня нет времени у меня недостаточно времени и при причем как бы и другим людям тоже то есть перестать это вообще в принципе употреблять нет времени недостаточно времени не хватает времени и так далее. То есть как будто мы начинаем излучать изобилие. У меня полно времени. У меня бесконечное время. Вот почему я могу сказать, например, у себя аффирмацию, у меня бесконечная энергия, но я почему-то не могу якобы себе сказать, что мне бесконечное время. Это уже какие-то вот наши ограничивающие штуки. Потому что если вот эти циркулярные весы крутильные, они позволяют определить, в принципе, не только настоящие события, но и события будущего. Это означает то, что какие-то вот эти вот вещи, связанные с параллельными жизнями, параллельными реальностями, это все только лишь вопрос того, какая информация в нас заходит. Какую информацию мы с помощью своих вибрационных спектров способны пропустить? Транзистор, который там находится на какой-то классической диете, он находится в сексуальной парадизме. То есть у него просто нет возможности к этой информации подключиться. И он, находясь вот в этих вот левых кризисных спиралях, все время раздает это время, он его излучает. Поэтому как бы и он не может сказать, что у него там была вообще какая-то жизнь. Да, согласна с вами. Хотя я больше воспринимаю то, что время мое бесконечно тем, что я как бы бессмертная, я думаю. Но если я бессмертна, значит для меня времени просто не существует. И я как бы вообще даже об этом не задумываюсь, если раньше там думала, вот, бесцельно провела день. Нет, не бесцельно, а я провела день как свободное существо, которое во времени вот так. А куда мне, по сути, спешить? Я могу позволить себе сесть, как посмотреть в стену и поразмышлять о том, о сём. А в то время, как человек этого сделать обычно не может, потому что он спешит жить, а то иначе куда-то не успеет, поэтому начинает стареть. А тут ты как бы свой мозг перепрограммируешь на то, что тебе всего в достатке. Ты молод и ты молодеешь. У тебя есть возможность там, ну вообще на всё. Вот что ты захочешь пойти на пляж и лежать весь день, да, и смотреть на море, или медитировать, или просто бродить по парку. Обычно же люди себе не могут этого позволить. То есть представляете себе, насколько они закостенелые. Потому что они живут в парадигме и в постоянной деструктивной мантры, транслируя самому себе и другим, у меня нет времени. И у них действительно его нет. То есть мы тут до этого, когда я подключился на эфир, у нас, мы с подписчиками разбирали метод Пифагора по развитию осознанности оперативной памяти. Это как раз таки штука такая очень интересная. И перед тем, как ложиться спать, прокручиваем события из вечера в утро. Вот прям насколько быстро это получается сделать и точно без выпадения всех событий. Это показатель уровня осознанности в течение дня. Также в течение месяца, если поделать такую практику, то очень хорошие изменения в сторону развития оперативной памяти происходят. То есть там прям плодо того, что человек два-три-четыре потока информации одновременно как Юлий Цезарь может начинать воспринимать. Какое преимущество, какая обучаемость будет у человека, который общается, ну взаимодействует с информацией на ты. Кто может о каких-то сложных вещах, таких там, как квантовая физика, генетика, говорить без подготовки. Только тот, кто начинает рассматривать. Потому что вот если взять мою личную историю, ну как бы я считаю то, что славяне загружают себя в какие-то адские миры, где мы себе ставим какой-то тотальный просто для осознанности трэш. Потому что иначе я не могу назвать, зачем такое детство там происходит. То есть объективно мне как бы говорили врачи то, что он не выживет. Моей маме говорили, что будет скорее всего нейропатия. В общем, ее очень серьезно запугали тем, что ребенок будет неполноценный. Вот. И начиная примерно с четырех-пяти лет, когда я находился в больнице, я просто принял решение то, что я с этим всем не согласен категорически. Прям вот начал ощущать какая-то такая сила негодования во мне начинает против этой матрицы пробуждаться просто. И когда говорят там, знаешь, ну ты там читаешь пять лет, тебе рано. И у меня оп такой колокольчик, а почему? А кто сказал? И так далее. То же самое про какие-то образование, обучение и так далее. Люди считают, что нужны какие-то там способности экстраординарные. Нет. Все можно развить. Абсолютно. Первое – это желание. Второе – это цель. Третье – это ресурсы. Ресурсы. Ну, многие думают, что вот будут у меня там деньги прямо сейчас. Будет. Когда у меня будет время. Заметили? На каждом углу. Везде. Вот это вот словосочетание. Когда у меня будет время? Ответ. Никогда, друг. Никогда его не будет у тебя. Как только ты сам себе не разрешишь. Пока ты сам не скажешь то, что у меня полно времени. Да, полностью согласна. То есть это просто позволение внутри себя где-то находит для человека, и его жизнь начинает меняться. Но пока это позволение внутри, просто как будто ты стрелка часов, которая должна идти, и аж бежать, спотыкаться, но главное – успеть. Это очень быстро наступает старение. Я вот это тоже заметила давно. Мне один из учителей говорил, что представьте себе, что люди идут постоянно на беговой дорожке. Кто-то бежит, кто-то просто идет, а тот, кто стоит, он как бы идет назад, грубо говоря, потому что дорожка, она его откатывает назад. И, грубо говоря, если ты просто стоишь, если ты переводишь дух или говорит, я там всего добился, теперь можно и отдохнуть. Все, начинается процесс деградации, и иногда этот процесс настолько мощный, что ты уже не можешь ничего сделать, это уже идешь как по колее, и не можешь встать и себя собрать. Поэтому так опасно просто вдруг взять себе и сказать, я уже всего добился, все, теперь можно отдохнуть. Это очень опасно. Да, это, во-первых, очень опасно, во-вторых, вот эти определенные деструктивные программы, которые на уровне каких-то там, как говорят, ну это же примета, ну это же все так говорят. Это как раз-таки повод задуматься над тем, что идет развод именно на время. Если информация равно время, то у нас должны быть очень четкие, очень жесткие информационные фильтры, что в себя впускать. Вот если это сравнивать с питанием, то что я буду есть? Какой косметикой буду пользоваться, условно говоря? Вот начинается с этого. Но информация – это самая наивысшая ступень, потому что она как раз-таки и является временем. Потому что если мы, опять же напомню, находимся не в саморазвитии, не в самоумышении, не в синтезе, то мы начинаем с вот этой вселенской энтропии, распадом, кризисами, ухудшениями, отождествляться и начинаем лететь в тартарары. Как только количество людей, которые начнут понимать то, что энергия синтеза не у кого-то там, не у религии, не у власти, а у них у самих в руках. Когда это количество перевалит через определенное количество, число людей – такая эгрегориальная история. Я думаю, что если какой-то правитель такой жесткий, он прям поставит вопрос пропуска информации жестко и социалитарно, то это значительно упростит. И так вот мы, к примеру, на прямом эфире обменялись информацией, кто-то кризисовали, где-то что-то услышали, кто-то отключился. Кто-то забыл вообще об этой информации, на получение которой 10 лет раскопок различной литературы пришлось потратить. То он опять начинает входить вот в эту вот спираль, которая, условно говоря, если сравнивать это с таким торнадо или воронкой, как вот в воде или в небе воронка, то есть она имеет определенную силу тяготения. И вопрос в том, какая это сила тяготения к вот этой самой информационной ловушке, которую нам поставили, то есть то, что да, вот там, смотрите, фильмы там про апокалипсис, про Армагеддон, там сейчас все разрушится и так далее. То есть нам на уровне внушения энергию энтропии, энергию излучения времени пытаются пропихнуть. Вот. И если большая часть людей будет с этим не согласна, то мы опять придем в эпоху созидания, мы опять придем в эпоху синтеза, и тем самым будет сбалансировано вот этот вот очень серьезный перекос этого мира, период душа. И, по всей видимости, это придется делать самим, потому что пока что никто не приходит. Да, к сожалению, действительно, если так посмотреть, то в сферах управления одни биороботы. Я не вижу ни одного реально политика, который выглядел бы хорошо, молода, хорошо соображал и понимал, по крайней мере, что животных есть и пить алкоголь. Это преступление против себя, потому что тело начинает сбоить, это не средство для употребления человеческого тела. То есть мы живем в таком мире, где нет даже ни одного вот такого лица, который мог бы подать пример. Я вообще в шоке. Мы живем в мире идеократии. Как вы чувствуете, придут ли люди, которые будут подавать хороший пример? Пусть это будет хотя бы два человека в мире, но чтобы они были. Но сейчас же таких людей нет. Вокруг правят больные старики, очень слабые на ум. Поэтому мы живем в таком хаосе. Вот, я очень трепетно отношусь к информации, особенно когда человек говорит ее интуитивно. Когда хотя бы два человека в мире. Вот мы уже в шлемом эфире. Ну да. Два человека в мире есть. Другие будут подключаться. Есть просто у нас какое-то ощущение, что будут какие-то люди, какие-то там. Может быть, это пойдет с нас, неизвестно. Но этот процесс он неизбежен. То есть либо Армагеддон, апокалипсис на уровне сознания. То есть люди это допускают, они и разрушают все это. То есть энергия энтропии, энергия излучения времени, формирования распада и разрушения, она начинает ускоряться. Вместе с тем начинает ускоряться общепланетарное время, время реальности. Ну вот как бы все как будто бы своими мыслями скинулись и сформировался такой общепланетарный информационный фонд. Как солянка, в котором боты как бы существуют. Вопрос, может ли каждый в себя впустить игрока, я думаю, что нет. Но если правила игры будут таковыми, то что бот будет обязан выполнять свод правил, он с радостью слушаю и повернусь. Как бы все, без вариантов. Потому что тот, кто находится в сфере выживания, в сфере того, что ему что-то в принципе угрожает. Что его время течет, оно тратится и так далее. Его вот это невежество как раз таки формирует потугик вот этой агрессии. Ну вот мы, допустим, смотрим там на телевидении вот эти татуированные лица, там огромное количество. То есть вот эти вот самые левые силы, которые начинают разрушение и энтропию культивировать. Вот я также рекомендую очень к прочтению для зрителей книга, которая называется «Демон власти». Она как раз таки про то, что человек, который входит именно вот в эту вот систему управления, которая есть сейчас, он подписывает контракт. То есть на физическом уровне он подписывает и начинает находиться в системе. То есть в нем взращивается низкочастотность для того, чтобы он мог вывести вот этот вот объем энергии принятия сильных решений. Но сильные решения, они идут откуда? Власть, как и сама информационная система, она сейчас неконтролируема. Нет никого, кто бы мог взять все в свои руки. Потому что мы как бы скидываясь общими какими-то мыслями, все равно являемся либо зрителями, либо участниками этого театра. У игроков власти сейчас нет. И это неправильно. Вот именно. Я думаю, что мы должны каким-то образом начать влиять на процесс. И если пока у самих игроков нет возможности встать у власти, то мы должны своим коллективным намерением создать человека, который придет к власти и сделает такие условия для того, чтобы мы могли развиваться. А не постоянно, грубо говоря, работать как белка в колесе. Люди нарабатывают энергию и деньги при помощи того, что устраивают какие-то войны, устраивают какую-то деградацию, на телевидении цензура. И мы не можем даже говорить о стоящих вещах, а только перетирать сплетни о грязных трусах, о убийствах, о изменах и прочее. И кто там какие сиськи сделал, кто какие губы накачал, у кого рожа перекосилась от пластической хирургии. Ведь последние 10 лет только такие темы. Это поразительно. Я думаю, что мы должны как-то собраться и при помощи нашего намерения создать человека, который может положить этому конец. Вы думаете, это возможно? Или в принципе нам нужно заниматься своим комьюнити и пусть этот мир дальше катится в тартарары? Катится ли в тартарары, он и так туда катится. Вот смысл в том, что участники вот этого процесса катения, они могут сказать, так, аль, куда это я качусь? А ну-ка. Вот тогда, когда энергия энтропии перейдет за 50%, то есть тогда, когда будет хоть какой-то баланс, разрушение будет приостановлено. Вот у меня вопрос, когда, допустим, к примеру, учитель по биологии в 8 классе говорил мне, что труд сделал из обезьяны человека. Я, как бы, ну, будучи уже тогда, как бы, в определенном том сознании, я говорю, а зачем? Я говорю, если вы считаете то, что есть теория дарвинизма, то зачем труд сделал из обезьяны человека, если обезьяна все время в кайфе живет? Она никуда не спешит, она есть фрукты, она живет на экваторе. Но человеку за факт своего существования надо платить все время, каждую секунду. Система управления на основе своей изначальной даже идеологии, она была ошибочная. И как раз таки мое предложение, это можно сделать серию каких-то, вот как раз таки для Аматуя ТВ. Я думаю, то, что это будет просто миллионы просмотров, если мы запишем аудиоподкасты с перезагрузкой подсознания, как такая некая бесплатная помощь для людей. У меня есть большое количество текстов под эту историю. Это, допустим, сопровождается каким-то видеорядом, но очень важно подбирать на уровне своих внутренних ощущений и мандалы, и геометрические объекты, которые будут находиться в кадре, потому что человека нельзя увести. Таким образом мы будем помогать и себе, и другим взаимодействовать со временем, то есть формировать вот этот вот альфа-ритм. Если мы пускаем определенный звуковой ряд альфа-состояния, то есть можно экспериментировать с вибрациями, мы найдем контент, который позволяет человеку, просто включив видео на ютюбе, уже исцеляться. Да, давайте попробуем. Если вы запишете такой подкаст, я его загружу к себе с вашими данными, мы посмотрим отклик, я посмотрю, как вы это делаете, попробую записать свой подкаст. Может, вы мне дадите какие-то тоже идеи, какие у вас есть, может, потом попробуем записать совместный подкаст. В общем, нужен подкаст, пример. Идеальный такой подкаст, на который мы будем ориентироваться. У вас есть такая возможность записать? Как раз-таки вот эти вот сектанты света, которые прям очень яростно пропитывают, у них хорошие подкасты получается делать, но там как бы на стадии формулировок фраз, которые происходят, идет программирование как раз-таки на вот эту вот всю световую тему. Вам помогают цветовые цивилизации, вас исцелят цветовые цивилизации, человек, находясь в гипнозе, это все слушает, и у него начинает формироваться опять вот эта информационная шора. Поэтому нужно делать прямые продукты, как раз-таки медитация на деньги, медитация на здоровье, медитация на бессмертие, почему нет, как один из вариантов. То есть наши голоса, я думаю, хорошо подходят для этой задачи, и я думаю, что как раз-таки это определенный такой вклад в развитие комьюнити, потому что до клуба Rex Deus человеку нужен какой-то прогрев. У меня Мадмуазель сейчас вступила, изучает клуб прям активно, ей очень нравится все, потому что нет других альтернатив, нет никакой другой системы, которая позволяет человеку высунуть свою голову из этих вот крысиных бегов. Это точно. Давайте попробуем. Я только за, на самом деле, информации действительно очень много, да и не так сложно сделать эти подкасты. Наверное, больше нужно подумать над самими картинками, чтобы как-то их красиво сделать качественно, и потом наложить голос. Ну, то есть какой-то техник нужен, чтобы красиво все было, профессионально. Потому что я заметила, да, работники света молодцы, они все это делают профессионально, но они такое вредительство туда вкладывают, как эффект 25-го кадра, чтобы человек все равно чувствовал, что какой-то боженька там ним управляет. Все равно свои обязанности он складывает с себя. Он освобождает себя. Кто-то там мне поможет, принц на белом коне прискачет, мана небесная на голову посыпется. Все равно он не становится творцом от этих подкастов. И я тогда считаю, что это вредительство. Это лучше не слушать, потому что становишься еще более беспомощным, чем ты был до этого. Миллионы просмотров формируют эту беспомощность. Да, ужас. То есть это конкретно сейчас, на данный момент, ну не могу сказать, что секта, но направление, которое делает на этом хайп просто. Да. Вот. Бороться с этим смысла никакого нет, кого-то пытаться убедить. Надо просто, как и сейчас, просто свою информацию выгружать, свой прямой эфир вести, транслировать. Да, разумно сразу. Тогда, может быть, тогда, раз мы сегодня сделали вот такую классную программу по именно времени, управлению временем, давайте сделаем первый подкаст по времени. Опять же таки, чтобы прослушивать этот подкаст, сколько он, кстати, будет длиться? Где-то час, наверное, да? Чтобы полностью... В среднем, да. Для того, чтобы человеку в такое медитативно-гипнотическое состояние войти, нужно от 15 минут и дальше уже такой промежуток релаксации определённой. То есть, во-первых, мы убиваем сразу же, ну не надо никого убивать, это просто самоосознание. Мы попадаем сразу же в несколько целей. Вот. Во-первых, мы помогаем себе и человеку, и другим людям очистить информационное поле перед сном, потому что это в основном слушается для релаксации, для того, чтобы человек спокойно отходил ко сну. Есть действительно сейчас огромная проблема с тем, что люди не могут просто часами уснуть, они лежат, у них уже очень уставшее тело, но всё равно за счёт того, что всё время какие-то проблемы, там операционка, мешает вот это вот самонакручивающее радио в голове, оно мешает обычному человеческому засыпанию. Вот. Здесь, во-первых, идёт вот такая помощь, то есть, человек начинает уходить в релаксацию. Вместе с тем, он активно потребляет информацию, вот, я сейчас на самом деле сделал такой небольшой анонс. Мы взаимодействуем с ребятами, которые сейчас тестируют абсолютно новые системы обучения. Представьте, человека погружают погружают в солевой раствор, где он просто не лежит, а парит, просто как будто бы вот над водой, то есть, расслабление с одеялом, он ни в коем разе как бы не может быть сравнён. То есть, просто вот паришь, как будто бы летишь вот на пространстве, и тебе напрямую, минуя твоё там сознание, могут загружать, к примеру, какой-то обучающий материал. Да, согласна. А в другое время человек, вот то, что я, к примеру, изучаю за три месяца, он тратит в ВУЗе на это четыре года. Да. Что это такое? Разве информация – это не время после этого всего? Сто процентов. Это действительно так. Грубо говоря, время смешали с информацией, и как бы вот так вот закрепили, и на самом деле, это же разные пласты. Из-за того, что они вот так вот всё в одну кучу скрепляют, мы не можем даже нормально жить. Получается, мы в психической тюрьме находимся, в ментальной тюрьме постоянно. Да. И что самое интересное, никто эту свободу ни у кого не отнимает. Потому что, вот, кстати говоря, очень много песен Отто Дикс, есть такой композитор, вот у него очень мощные тексты именно. Мне не особо нравится исполнение и музыка, но вот именно тексты, он как раз-таки вот эти вещи цепляет. Касаемо управления, касаемо того, что у человека можно извлечь его свободу, объяснить ему, потому что его мнение, его голос ничего не значат. На самом деле, каждый из вас, из тех, кто считает себя игроком, огромная миссия. Вы очень многое значите для этого мира. То есть, на вас там фактически все смотрят. попробуйте просто взять и продолжать гнуть свою линюк, когда все смеются, когда все говорят, что ты дурак, надо срочно завести детей, и так далее, как же у тебя там B12, что с белком, у тебя не могут расти мышцы, если ты не ешь мясо, и так далее. то есть вокруг, отовсюду идет информация, концентрация на твоей личности. А тут самое интересное, такие замечательные проекты, как Ольга Бузова. Она научилась с помощью саентологов извлекать энергию из негатива. Понимаете? 21 миллион подписчиков просто. Человек там сумасшедший, богат, просто вот все. Я, кстати, не рассказывал, сейчас же участвовал на шоу талантов, пытался рекорд по запоминанию установить. Смонтировали так, якобы у меня была ошибка. Представьте? То есть вот то, что вы говорили, задают вопрос, к примеру, Валерия, а вы удаляли ребра? Вы говорите, нет, не удаляла. А они оставляют так, как будто бы вот это произошло. Это как раз и есть показ того, что выгодно системе. В системе было выгодно показать то, что я не справился. Ужас. Хотя, с другой стороны, представьте, подходит режиссер, руководитель съемочной площадки, говорит, ну вот тебе там, к примеру, список слов, вот, сможешь запомнить? Я говорю, я действительно это могу. Он говорит, ну не может быть, у нас же тут никто свои способности реально не показывает. вот, а я планировал в задержке дыхания пять минут запомнить тридцать слов, которые просто вот члены жюри выдумали в прямом эфире. вот это как раз таки и есть вот эта вот информация, как информация плюс время, как некая такая ткань для исследования, плюс энергия и дыхание. Потому что мы тогда вот с вами рассуждали на тему дыхательных практик. Я считаю, что нужно также еще сеть видео записать обучающих именно по дыхательным практикам. Это очень круто разгоняет иммунитет, это погружает сознание в ментальную тишину. За это вообще не надо платить, к примеру, если ты этими техниками овладел и делаешь их сам для себя. Рассказы Олеся тоже бравы, про то, что она тренируется задержками дыхания в зале, ей тренер объясняет, он говорит, тебе нужно дышать, она говорит, я не хочу, потому что ее тело уже начинает переходить. И как раз таки с учетом того, что с точки зрения биологии кислород свободно радикальный зажигает человеческое тело по принципу горения, то дыхание, сердцебиение как раз таки формирует вот такой режим тотального дзена. Да, вот вы хорошо сказали про спортзал, я всегда тоже удивлялась, что мне говорит тренер, если ты не будешь дышать, у тебя не будут так работать мышцы как надо. А мне в какой-то момент перестает хотеться дышать, даже когда я бешу на руках за перекладиной, подтягиваю ноги наверх, качаю пресс, это самое энергозатратное упражнение, мне проще в это время не дышать. Ну, не знаю, мне нравится задерживать дыхание и делать упражнения. И даже вот в этом тренера нас пытаются говорить, давай дыши, а мне кажется, что я столько энергии расходую, когда я дышу, зачем мне так много расходовать энергии, если я могу ее накапливать, опять же таки. Да, и это тоже одна из парадигм, потому что вот эти вот знаменитые ламы туинские, которые просто сели в медитацию и без воздуха оставшись, то есть их физическое тело ушло в состояние анабиоза. То есть он, к примеру, 200 лет уже сидит в пользу лотоса, жив, и его тело не разлагается. Это как одна из крайностей. То есть человек не нашел другого способа уйти в виде смерти, кроме как через остановку дыхания. Вот. У нас есть возможности исследовать эти вещи, есть возможность записать несколько видео по дыхательным практикам с разными интервалами задержки дыхания. То есть голос, который говорит, вдох, выдох, то есть как некая такая программа, которая просто опять же включил с фоновой музыкой, сделал дыхательную практику, сделал вклад в здоровье и в осознанность, потому что мой наставник, двукратный рекордсмен Гиннеса, которого в 2014 году не стало, он говорил об одном, когда я задал вопрос, я говорю, когда развитие памяти в немотехнике станет модно, он говорит, тогда, когда ты начнешь об этом активно заявлять, так как будешь на своем примере показывать. И, видимо, только сейчас начинает поступать этот момент, потому что именно взаимодействие с информацией это и есть управление времени. Да, полностью согласна. Может быть, даже стоит записать вот именно на эту тему подкаст и таким образом люди начнут формировать, скажем так, определенный набор энергетических субстанций в определенном эгрегоре и дальше можно будет его просто раздуть, грубо говоря. То есть, пока ты не сделаешь это сам, никто не сделает это за тебя. Ну и, допустим, какой-то сжатый вариант для клуба как набор. То есть, не все обо всем, а какие-то уже отработавшие очень хорошие результаты. К примеру, там видео, на котором огромное количество комментариев люди говорят «Да-да-да, у меня сработало, классно». Мы это можем проверять более активно на себе и предлагать участникам клуба это тоже его там какую-то ценность может немного приподнять, потому что про дыхательные практики даже, честно сказать, мне самому много еще непонятно. Тут еще непочатый край исследований, а про время я вообще молчу. Да, это точно. Никто этим просто не занимается, потому что люди спешат жить, аж бегут, спотыкаются и занимаются какой-то бытовухой. И получается, никто не занимается вообще исследованиями. Это очень странно. да, здесь вот только что был комментарий, то, что это мудрость, взаимодействие с информацией и взаимодействие со временем, так же, как и управление информацией, это управление временем. Нас никто этого на самом деле не лишал. Это всегда было, я думаю, то, что определенный процент населения, которое живет очень-очень богато и успешно про это знает. мы, наверное, видимо, перед тем, как загружаться воплощение среди определенных наборов, кем ты будешь? Страшным, глупым и богатым? Либо очень-очень красивым, очень умным, но придется поначалу потерпеть? Как будто бы второй вариант развития событий был выбран, потому что как ни посмотришь на вот эти рожи людей с миллиардами, типичная низкочастотная история, где без наркотиков и потреблений не обходится ни один день. Да. Они выглядят настолько несвежими, вот на них невозможно смотреть. Видно, что это тело, оно уже еле-еле держится, как говорил Тюняев, на соплях. Держится буквально на соплях вот это тело, еще чуть-чуть и оно развалится. Это просто удивительно. Видимо, они живут за счет вот этой энергии, которую они забирают извне, у других людей подтягивают, и они как-то еще держатся. Да, они разводят других на время, то есть они покупают время у своих работников, понимаете, какие начинают эти плопласты вскрывать у своих рабочих, то есть они покупают их время за деньги, вот. А деньги как ресурс это что? Это информация и криптовалюта это тоже этому доказательство, то что деньги могут быть просто информацией, они могут быть энергией, но информацией в том числе, поэтому как и говорил там небезозвестный Джо Диспензе, если себе бесконечно там говорить постоянно, то что я очень богат, количество там разных предложений, вариантов развития событий, и вот Матрица начнет повышаться, потому что вопрос управления как раз таки стоит перед нами сейчас. полностью согласна. Да, вы меня вдохновили на эти подкасты, на вот возможность как-то перепрограммировать немного людей, так что если у вас будет желание такое или вдохновение, можно было бы сделать подкаст именно задержка дыхания и информация, просто вот может какой-то маленький показательный подкаст, чтобы люди прям вот попробовали и почувствовали вот вообще возможность вот этого нового дыхания, новой возможности в свою жизнь. И думаю, это их заинтересует. Да, и таким образом и народ начнет в клуб заходить более активно, потому что все-таки у нас как-то так устроено, там, не знаю, где-то на ярмарке дают там попробовать там фрукт, вот нужен бесплатный контент на старте для того, чтобы люди на себе ощутив эффект, получили ну пишут для размышлений, а что дальше? Я хочу лучше. То есть он везде видит разрушение, игрок начинает тыкаться как котенок какой-то, он ищет где же это из зерна, где эта информация, опять же, информация равно время, вот, где же это время, которое он хочет получить. И он, допустим, найдет это на этом канале, вот, и задаст вопрос, а что дальше? Может зайти в клуб. Кстати, для клуба можно сделать, загрузить курс по развитию памяти, он сейчас уже полностью оформлен в пяти уроках, просто на условии такого совместного исследования. я думаю, что людям будет интересно именно из-за того, что такие люди, как Цезарь, который Александр Македонский помнили каждое имя своего солдата, это очень важно, это формирует как раз таки вот это вот состояние вау. Человек, у которого развитая память, а память равно информации, равно время, он, заходя в любую организацию, в любой социум, он начинает становиться неформальным лидером этой организации. То есть сами люди на подсознательном уровне его везде начинают избирать. И мой наставник, он как раз занимался тем, что пытался создать человека, который станет следующим президентом Российской Федерации. И каждый раз, когда у этих людей появлялся успех, они отстранялись от учителя, потому что им начинали предлагать как раз таки вот эти все небезозвестные вещи, говоря словосочетание «у нас так принято». И после этого у них было падение сразу же. Либо падение в сторону неосознанности, либо падение в сторону того, что система их не принимала. Поэтому развитие памяти, внимания и концентрации может быть как именно прикладная работа со временем, предлагаться людям в формате во-первых, совместного исследования нечего научного, потому что все только начинается здесь и сейчас. Во-вторых, как вариант применения этих знаний на заработки, на знаниях о своем теле, о питании, о том, что элементарно можно там запомнить все там квантовые техники и просто их применять без бесконечного повторения. Я думаю, что если у нас это получится, это будет супер. Да, я думаю, что должно получиться. Никаких препятствий к этому нет. И самое приятное, наверное, в этом, то, что эта отрасль, она абсолютно свободна. В принципе, этим никто не занимается. Самое, наверное, неприятное, то, что это пока мало кому надо и мало кому понятно. Но с другой стороны, мы ориентируемся всегда не на количество, а на качество. И качество оно всегда рулит всеми процессами. Потому что, если взять даже биомассу, их очень много, но рулят все-таки единицы в этом мире, у которых есть качество. Поэтому все шансы есть все-таки как-то, не знаю, подняться, что-то исправить. у меня есть один из таких моментов. Вот бывает такое, что накапливается какой-то негатив, напряжение и так далее. Опять же, то, что информация равно время. Как только я ощущаю, что время начинает идти очень быстро. Я не знаю, что в этой песне, но ваша версия А.В.Марии, которая спета вот этим высоким оперным голосом, она прям просто перепрошивает. И не только у меня. Я ее просто активно как спамер рассылаю. Люди говорят, это что за голос? Я говорю, о, это знаменитая певица только в узких кругах. Спасибо. Да, действительно, вот эти вибрации музыкальные, они действительно тоже очень хорошо влияют. Так что нам надо будет подумать еще, что на подложку этого подкаста, кстати, сделать для того, чтобы прям со всех сторон музыка, голос, с картинки, чтобы это просто со всех сторон вот так вот объяло человека и, грубо говоря, его правильно настроило. Да. Так что начинаем тогда уже с этого момента думать, как это все сделать. Держите меня в курсе, если у вас уже что-то будет, прям, ну вот мы можем реально брать и загружать в любой момент на канал. Вот. Или даже если вы захотите, например, записать видео, да, об этом рассказать, потом дать небольшую практику, то что же можно загрузить на канал. По сути, у нас телевидение, поэтому не обязательно записывать общие видео или эфиры, можно просто присылать информацию, я сделаю подводку, соединю и выставлю. То есть, я считаю, мы должны уже начинать как-то поактивнее, может быть, вот это все продвигать. Да, потому что, ну, совместные эфиры с обменом информации, они очень важны, но есть такие люди, которые оторваны от контекста, то есть, они подключаются тогда, когда им удобно. Вот. И задача именно создать очень качественные плейлисты на Ютьюбе. А там, где будет плейлист вот такой вот с медитациями и практиками, будут заходить как раз таки люди, те, которые не хотят листать, искать это видео там или через поиск. То есть, я считаю, что Аматуе ТВ это все-таки набор плейлистов. Будем делать. На разные тематики как раз таки. Да, 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 да. Чтобы человек мог найти все, что угодно в зависимости от своего состояния, настроения, желания. Было бы просто прекрасно. и как всегда обычно бывает, у человека есть же всегда хозяин, да, и когда он дает какую-то информацию, он пытается переподключить свою пастму на своего хозяина, на свои убеждения. А поскольку у нас, вот у игроков такие убеждения, что мы должны быть просто свободными и максимально в ресурсе, получается, мы не подключаем человека как собаку на привязи к чему-то, а наоборот, его освобождаем к чему он уже подключен. То есть это совершенно будет другая работа. То есть человек, грубо говоря, сможет просто ощутить себя каким-то великим центром и великой силой. Я считаю, вот именно благодаря этому мы можем действительно что-то в этом мире поменять, когда люди перестанут себя чувствовать ничтожествами, почувствовать себя хозяевами, наконец, кем мы и являемся в действительности. Да, это как раз таки вот слово про прошлые эфиры. Это один из фрагментов, который даст очень мощный поток к борьбе с царствами микробиоты и грибов. Потому что именно там, где человек не задает вопроса к тем у того, зачем мне придерживаться нормальной, адекватной системы питания, он может выбрать то, что работает. Да, это, кстати, тоже очень важно такие подкасты создать с питанием, потому что люди просто не понимают иногда, они думают, что питание это одно, а когнитивная деятельность это другое, не понимая, насколько это взаимосвязано. Не знаю, из одного исходит другое, из другого входит уже в третье, и все это настолько важно, это все как-то тоже нужно структурировать, я думаю. Я за время эфира насчитал 26 политических комментариев, господа, поймите одну очевидную вещь, есть некие сценаристы сериала, которые прописывают определенные события, политики это куклы этого сериала, они отыгрывают свои роли, вам покажут какие-то новости, и так далее, все это искажено, вы никогда не узнаете сейчас правду, но в ваших силах заниматься саморазвитием, вот это точно вас никто не отменит, это точно, а тогда когда мы сидим и смотрим вот, куда там отправились такие-то бойцы, когда мы находимся 24 часа на 7 вот в этих новостях, мы источник распада и излучаем время, то есть мы просто время теряем прям на уровне физики, мы его расходуем с точки зрения козыря, который это научно доказал с помощью аппаратуры, что распадающаяся деградирующая система, она излучает время, а кто время получает, тот, кто это все и создает, вот они зелонские маятники, вот они охотники Карлоса Кастанеды, все как бы начинает выстраиваться очень интересно. Да, сто процентов вот эти все певцы, актеры, кто-то действительно получает с этого дивиденды и энергетические, и физические, а кто-то сидит просто вот так целыми днями напролет смотрит вот это и отдает свою энергию этим людям, которые уже деньги вообще-то получили, они уже как сыр в масле катаются, и к ним еще годами исходит эта энергия, когда кто-то сидит их творение смотрит, хотя мы могли бы быть на их месте, вот меня всегда это поражает, я думаю, я могла бы сейчас получать это все, а я должна отдавать, я и другим говорю, перестаньте отдавать, пойдите на их место, встаньте, начните получать, они не понимают. Ну, у людей как раз таки нет вот этого понимания того, что и отдавание может быть тоже с получением, то есть это как будто бы построить некое предприятие, которое генерирует деньги, то есть если другие люди там, к примеру, получают за это материальный ресурс, а в этом случае, к примеру, мы позволяем человеку, к примеру, энергию, не только энергию, но и время накапливать, то есть мы тем самым начинаем на развитие событий в матрице влиять тоже. По шапке за это по голове никто не ударит, потому что это просто ниша, которую вот этот общий планетарный дурман ее не видит, потому что для того, чтобы видеть, нужны не глаза, нужны знания. Сейчас, кстати, действительно, учитывая то, что идет великая жатва, перезагрузка, матрица вся и ее переслепатели направлены на другие процессы, поэтому сейчас у игроков появилась возможность побольше транслировать, побольше давать и быть более открытыми, поскольку сейчас на них никто все равно внимания не обращает, так что у нас появился шанс. Я думаю, что шанс был всегда тут просто вопрос какой-то готовности. Если у вас бесконечное количество времени, бесконечное количество ресурсов, вы никуда не спеша просто сейчас пришли к стартовой точке, тогда, когда можно о себе заявить. Вот и все. А тот, кто находится в погоне за своим же хвостом, прямо это надо, не знаю, в какой-то цитатник записывать, потому что очень хорошая формулировка, то этот человек всегда будет куда-то опаздывать и никуда не будет успевать. Да, так оно и есть, к сожалению. Что ж, спасибо большое за такой интересный эфир, была большая почва для размышлений, и одно из самых главных, я считаю, критериев, которые мы вывели из пользы, это возможность записывать отдельные видео, практики, подкасты, так что будем двигаться в этом направлении, тем более многие люди это поддержали и попросили нас, чтобы мы это сделали, хотя бы подкаст 30-40 минут, 15 на расслабление и дальше 25-30 минут конкретно с самой практикой, после того, как уже вошел в это состояние. Давайте попробуем, можно сделать в ближайшее время. Было бы лучше. Мы еще сегодня в прямом эфире сломали Инстаграм, потому что это первый эфир, который через полтора часа не остановился. Ничего себе круто. Практика остановка времени в прямом эфире произошла. Для людей, которые любят всякие матричные приколы, вот вам активная демонстрация. Ну все, спасибо вам. Спасибо большое, вам тоже очень было интересно. Гружу в ближайшее время этот эфир на Ютубе и жду тогда какой-то классной информации насчет подкастов или может быть уже даже готового подкаста, если будет желание, чтобы его просто загрузить и уже с чего-то начать. Хорошо. Все, спасибо большое всем читателям. Спокойной ночи. До свидания. Спокойной ночи, да, до свидания всем.